Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о том, как справляться с беспокойством и стрессом. Я полагаю, что эта тема для многих актуальна, и по этому поводу мы сегодня в студию к нам пригласили кандидата медицинских наук, врача-невролога, руководителя ординаторов факультета преддипломного образования АГМА Вячеслава Александровича Ананенко. Здравствуйте, Вячеслав Александрович! Здравствуйте! У нас, правда, тема серьезная, и мы будем говорить именно с точки зрения неврологии, правильно? Потому что есть разные способы, но вот чисто неврологически все-таки беспокойство и стресс – это что? Беспокойство, стресс – это жизнь, наполненная несчастьями, которые не произошли. И даже те, которые произошли, мы генерализуем их в своей голове до монстра невероятных размеров, который разрушает нашу личность. Самое главное в этом помнить, что дорогое, что имеет каждый из нас, вы, я, кто нас сейчас смотрит, это время в моменте сейчас, то есть сегодня. Это действительно, что каждый человек имеет. А стресс – это хаотичные мысли, которые отравляют здесь и сейчас вашу жизнь. Причем, как говорят, либо о прошлом, да, мы беспокоимся, либо о будущем, настоящем этого нет. Так отравляя сегодня, мы, естественно, сформируемся недееспособными, абсолютно бесполезными для своих родственников. А вот зеркальная эмпатия наших близких, нашего душевного самочувствия, состояния, абсолютно разрушает их волю и делает их, формируя, беспомощными. Это очень важно помнить и себе, и своим близким. Но это действительно тема серьезная, и возможно ли в этой истории как-то профилактировать? Потому что мы же всегда за профилактику, правильно? Абсолютно верно. И самое главное – это самопрофилактика первично, потому что имеется три ступени. И эти три ступени очень важно применять собственно к себе. И первая ступень – это должны знать как врачи, так и пациенты. Это не психоанализ, это не гештальт лечения, это когнитивно-поведенческая терапия. И вот в качестве примера я вам расскажу, как начинать собственный день. Это очень-очень важно. Просыпаясь утром в благодарности за то, что вы проснулись, вы должны формировать максимально продуктивную программу именно сегодняшнего дня. И для того, чтобы помочь самому себе чисто энергетически выполнять эту программу, можно использовать такие методики, как управление произвольное витальными функциями. Например, витальная функция – это жизненная функция. Нам максимально известно и понятно – это дыхание. Вы замечали, наверное, что во время стресса дыхание становится неритмичным, поверхностным, более удлиненный вдох или выдох. Тело не обмануть. Не обмануть. И вот самое важное, что нашли ученые, применяют очень-очень давно и эффективно – это правильное дыхание, глубокое, очень спокойное дыхание брюшное с продолжением вдоха в таз и последующим медленным выдохом. Правильное глубокое дыхание брюшное и тазовое формирует приказ, который берется за исполнениями центрами мозговыми и уравновешивает стресс и антистресс программы. Это крайне важно, если применить. Не просто слушать, а применить к себе. Причем основным дополнением к этому дыханию имеются формы таких аудио. Записи, которые прослушиваются в наушниках, называются они «медитации для равновесия». Душевного равновесия. Но в случае, если вы скомбинируете правильное, глубокое, управляемое дыхание с прослушиванием медитаций, вы не просто выдавите из себя тот отрицательный потенциал, но и наполнитесь энергией для исполнения той положительной программы в моменте сегодня. Это крайне важно. Вячеслав Александрович, немногие, я думаю, привыкли от врача-невролога такие рекомендации слушать. Все больше всегда думают о том, что вот сейчас приду мне доктор какую-то волшебную пилюлю выпишет, и все наладится. Вот ваше отношение к медикаментозному лечению какое? Вы знаете, я очень хорошо отношусь и к немедикаментозным, и к комплементарным формам медикаментозной терапии. Что это такое? В первую очередь, это формы лечения, которые связаны с употреблением аминокислот в виде БАДов. К примеру, аминокислота триптофан является предшественником серотонина, а расеротонин борется с депрессивным настроением, фоном, повышает формы нашей защиты антистрессовой. Поэтому триптофан – это то вещество, та аминокислота, которая действительно может вам помочь при длительном ее применении. А из продуктов триптофан можно добывать? Триптофан, да, триптофан имеется и в сыре, и в некоторых других продуктах. Кроме этой аминокислоты, я бы рекомендовал гамма-аминомасляную кислоту. Она потенциирует хорошую работу межнейрональных сетей и стабильность работы сетей в тяжелых нагрузочных, таких вот стрессовых состояниях. Причем не забывать и глицин. Банальный глицин уменьшает… Ну да, его часто действительно прописывают. Абсолютно. Уменьшает отрицательную потенциацию, которую он делает восходящим путем в головной мозг. И саморазрушающий также действует на центры наши. Плюс еще есть комбинированные формы аминокислоты. Это глицин в комбинации с глутаминовой кислотой, например, и цистином в виде алтоцина. Это применять нужно. Но при этом не забывать еще и о природных наших помощниках. Это фитонциды. Секрет их приема заключается в том, к примеру, валериана, либо пустырник, чтобы принимать не просто систематично, а самое главное, на длительный срок. Месяц или два. И только по прошествии этого срока это тоже даст свой результат. Но это не медикаментозная форма. Это очень важно, потому что, конечно же, мы можем обратиться к врачу, если мы не справились в комбинации первой ступени и второй ступени тех же аминокислот и фитонцидов, тогда это доктор. И доктор уже должен принимать решение. Причем в решении доктора тоже имеются первая, вторая и третья линии препараты, из которых тоже нужно верно сделать выбор в первичном назначении. Это первая линия, это седативные препараты, либо нет, вторая линия, это противотревожные препараты, либо совершенно не это, третья линия, это антидепрессивные препараты. То есть самим себе вообще прописывать ничего не нужно. Нет, что касается сильно действующих средств, они выписываются по рецептам, но они действительно помогают тогда, когда собственная система не включается. И в любом случае, если вы не пойдете к врачу, вы разрушите не только себя. Вот что касается последствий, тоже не могу не спросить, а чем чреват вообще длительный стресс, вот дистресс, о котором мы часто говорим? Все правильно. Стресс, это Ганселье еще определил как адаптивную реакцию. Сам стресс произносится тогда, когда мы становимся сильнее. Это короткий стресс, норадреналовый стресс, когда мы достигаем результата, результата победы. А дистресс, когда хронически у нас выделяется гормон стресса кортизол, он хронически разрушает наши нейроны и эндокринную систему. При этом мы засоряем свою кровь теми проблемами, которые называются сахарный диабет, инсульт, инфаркт. То есть человек погибает задолго до того, как он встретится с реальной опасностью. И поэтому частота гибели от стрессовых инфарктов, инсультов, диабетов и онкологии гораздо формируется чаще, чем нежели реальные отрицательные события. Ну то есть последствия самые серьезные в этой ситуации. А насколько быстро эта история может развиваться? Вы знаете, в пределах трех месяцев и более стресс приводит уже к болезни головного мозга. И это не является функциональным нарушением, а это является уже органическим разрушением нейронов. То есть гибнут нейроны в определенных зонах, префронтальных и других, которые уже могут не восстанавливаться. И уже сам человек не сможет справиться далее с событиями, нарастающими как ком внутри себя. Ну в общем, через три месяца в любом случае, если у нас продолжается вот этот серьезный стресс, стоит уже обратить внимание на себя. Применяйте к себе первую и вторую ступень, о которой мы говорили. И если не помогает, тогда точно стоит обратиться к врачу. Если человек по самочувствию понимает, что он не справляется даже в пределах этого промежутка, месяц-два, обращайтесь к врачу. Потому что есть и психологи, это не врачи, чтобы вы понимали. Есть психотерапевты, не стесняйтесь. Это позволит вам встать на уровень борьбы с, собственно, стрессом, продлевая себе жизнь. Ну давайте резюмируем вот эту историю всю, потому что действительно много рекомендаций вы дали. Поэтому давайте вот подытожим все-таки, если стресс и беспокойство, то что? Я бы очень рекомендовал, учитывая то, что мы живем в моменте сейчас, себе на телефоне сделать заставку всего лишь из двух слов. Здесь и сейчас. Или в два слова. Сейчас и сегодня. Причем фоторамку оформить в позитивных тонах. Когда вы включаете телефон, вы будете видеть эти слова и тем самым запускать ту программу, утреннюю, максимальной продуктивности прожить его здесь и сейчас, чтобы быть полезным для своих родственников и себя. И поэтому вы сможете наполнить себя энергией и окружающих вас родных. Спасибо, Вячеслав Александрович. Действительно, мы не всегда можем справиться с окружающим стрессом, но нам только выбирать, на чем фокусироваться каждый день. Да. Очень важно иметь в виду одно. Человек, который обладает душевным равновесием, тот обладает не только жизнью, но и иммунитетом к отрицательным событиям. Спасибо большое за ценные рекомендации. А я напоминаю, что сегодня с гостя был Вячеслав Александрович Ананенко, кандидат медицинских наук, врач-невролог, руководитель ординаторов факультета преддипломного образования АГМА. Вы смотрели в центре. Внимание. До встречи.